Валовый сбор граната Цахи составил в 4890 тонн заместитель министра. Курцкая партия Турции может отозвать всех своих депутатов из парламента. Анкара готова возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира». В Сирии концерт Комитаса и мы. Один из самых опасных хищников в мире – черный гриф. Вид находится под угрозой исчезновения. Был снят в долине Санса в Западной Армении между Тунджелей и Ерзенкой. Черный гриф известен во всем мире как санитар природы. Он случайно появился перед камерой и исчез в лесу через несколько минут. Наличие черного грифа в густонаселенном районе – это исключительный случай. Птица занесена в Красную книгу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с 20 по 22 ноября с официальным визитом посетит Италию. Об этом сообщает прислужба правительства Республики Армении. Визит премьер-министра начнется с Венеции. Никол Пашинян посетит Венеции, расположенный на острове Святого Лазаря, монастырь конгрегации махитаристов, где встретится с членами конгрегации. Затем Никол Пашинян отправится в Милан. Встреча премьер-министра Армении с представителями армянской общины запланирована в Армянской апостольской церкви 40 великомучеников в Милане. Также там Никол Пашинян встретится с представителями правительства Ломбардии и деловых структур Италии и примет участие в армяно-итальянском совместном бизнес-форуме. Из Милана он отправится в Рим, где встретится с высокопоставленным руководством Италии. Во дворце Киджи в Риме официальной резиденции премьер-министра Италии состоится встреча Николы Пашиняны с председателем Совета министров Итальянской республики Джузеппе Конте. В Риме также запланировано посещение премьер-министра и его супруги армянской католической церкви Святого Николая и папской духовной семинарии Ливаняна. Валовый сбор граната в Арцахе составил 4890 тонн. Об этом сказал в беседе с корреспондентом Арцахпресс заместитель министра сельского хозяйства Республики Арцах Вилена Ветесян. Отметив, что в настоящее время уборка урожая осуществлена на 794 гектарах. По словам Аветисяна, валовый сбор составил 4890 тонн. Средняя урожайность одного гектара составила 61 центнер. В прошлом году в это же время у нас был урожай в 743 гектара. Валовый сбор составил 2470 тонн, а средняя урожайность гектара составила 33,3 центнера. В этом году у нас был хороший урожай граната, у нас большой спрос. По его словам, в концепции развития сельского хозяйства Арцах планируется увеличение гранатовых садов до 5000 гектаров в ближайшие годы. Весной 2019 года в республике было создано около 500 гектаров гранатового сада. На основании заявок, поступивших в Министерство сельского хозяйства Республики Арцах, к концу года планируется посадить 200-300 гектаров граната. Землепользователи будут обеспечены саженцами граната. Сарухану Луч, лидер парламентской группы ДПН, дал оценку о сложившейся ситуации в стране. Он так прокомментировал ситуацию с назначением ставленников режима в муниципалитетах, где победила ДПН. Мы выиграли выборы в 65 муниципалитетах. В 24 из них в итоге назначили ставленников режима, отстранив от власти наших представителей. А Луч ответил на вопросы журналистов, сказав следующее. В среду 20 ноября в Ангаре у нас пройдет встреча со всеми нашими представителями, которые были выбраны народом. Также рассмотрят вопрос о выходе своих депутатов из Национального собрания страны. Напомним, что партия имеет 62 депутата, среди них депутат армянского происхождения Карл Полян. Турецкая операция «Источник мира» в Сирии будет продолжена, если курдские вооруженные формирования не отойдут от турецко-сирийской границы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мэвлюд Чавушугу. Если территории не будут очищены от курдских формирований, то мы вновь начнем операцию, приводят слова Чавушугу газета «Янисофак». Министр иностранных дел Турции подчеркнул также, что Анкара должна избавиться от угрозы терроризма. Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирийской Арабской Республики. Нарушив все международные права, вторглась в соседнюю Сирию под предлогом создания буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. Ереванский государственный камерный хор, художественный руководитель и дирижер Арутюн Топикян представит концерт из 7 концертных серий 20 ноября в 19 часов «Комитас и мы». Арутюнян Мирзаян Вартазарян Амирханян, посвященный 150-летию Комитаса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тигран Нансурян Ашнан Ареф. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!